Текущая статистика у команды 2-2. Две победы и два поражения. Во-первых, две ничьи. Поражения еще не было у коллектива E-Home. Ну а в ничью они сыгрались командами Rampage Gaming и командой Max. Ну что, стартует. Стартует у нас карта. Кстати, по поводу статистики команды VIA Young. Я вам, как я, ее озвучивал. После окончания прошлого матча у них сыграно всего одна карта против команды Vidaobao, которой они проиграли 2-0. Посмотрим. Посмотрим, как наши сыграют VIA Young, так как в прошлом сезоне играли не весьма неплохо. Обыгрывали фаворитов частенько. Там еще в первом, помню, сезоне они обыгрывали Winx, когда Winx были на коне. Но все-таки вот мидер, мидер команды, точнее керри команды был изменен в коллективе. Не знаю, куда ушел старый керри, но вот получилось так, что... Подожди, CJL катает. А был указан не так на сайте. Нет, все-таки все как было, но не уверен по поводу земели. Вот прям очень сложный никнейм у товарища. Длиннющий китайский никнейм. Блин, если один иероглиф в Китае может там означать чуть ли не слово. Я боюсь представить, что означает вот столько иероглифов. Там, по-моему, их 6. Да. Ну окей. Ну что, варды были поставлены. Вот такой вот вард установили у нас E-Home. Здесь вард на вард, при том, что этот вард был поставлен ранее. Так что этот вард может быть задаваржен. Хотя я не отметил, был ли он поставлен в смоках или же просто был поставлен, когда проходили мимо. Ну и вот, один вард уже нашли. Нашли. И цемка его благополучно сломала. Так что, вижу, на верхней части карты лишаются у нас E-Home. Если пить это еще этот вард, то будет прям неприятненько. Ну и алхимик у нас уже тпшится на шрайн, чтобы взять для себя две баунти-руны. Это Роум-алхимик и Джеккиро Смит. Ну, я говорил о том, что есть, есть вариант того, что Джеккиро будет стоять в центральную линию. И я по итогу не ошибся. И так уж получилось, что вот у нас суппортивный алхимик. Или не, подождите, нет, 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 я ошибся. Это алхимик Мид все-таки, да-да. Как-то я совсем внимания на айтемы не обратил. Просто он две баунти-руны забирал, еще пытался убить Курьера. Но не хочу этого сделать. И вард нашел, ух ты. Ну блин, конечно, он поднялся солидно. Две баунти-руны, сломал вард, и вот у него 1200 нетворца уже. Он перефармливает инвокер на 400. Фактически. Ну окей. Врыв на сенах, краш не по таймингу, но и сен погибает на ферзблад. Да, давайте посмотрим на расстановку сил по линиям. У нас вивер и нага стоят снизу. И у нас краски нага здесь суппортивные. А вивер-франящих, это я совсем тут напутал все по расстановке сил по линиям. Кстати, они против Кентавра. На топе у нас Слардар и Джекерос. Слардар уже разок погиб. Стоят они против триплы Джиггернаута, Зимели и Циэмкин. Ну и в центре. В центре инвокер уже находится под эйси-спреем. Ну и фармить Сетюай. Ну, Сетюай, конечно, очень жесткий. Мы наблюдали за его исполнением. Позвучи раз, ластом. Силен, силен. Разваливает лица. Ласт уже даже озвучил информацию о том, что, возможно, Сетюайу стоит поискать себе коллектив иной. Потому что, ну, и сам подзакидывает, и его тиммейт подзакидывает. Хотя, вот, ну, все-таки больше положительных моментов, нежели негативных в его исполнении было за вчерашние серии. Вернее, позавчерашние серии. Ну, посмотрим. Возможно, команда у нас соберется силами все-таки. У нас именитые игроки катают. Участники турниров от Valve. Смещение от суппортов команды Виа Янг. Смоках, земелья и Семочка выезжают на охоту. И, понятное дело, хотят убить Алхимик. Алхимик находится довольно-таки далеко. И можно в этом размять, чувствуя то, что у него ХП, в принципе, не фуловое. Но пока выжидают. Пока выжидают. Не хотят раз подойти спрей. Очень больно Инвокеру. Инвокеру с Санстрайком. Ну, и в итоге вылазка. Вылазка не была сделана. Но Алхимик идет регениться. Идет регениться. Приседеть у него на себе клавитос. Он хочет собрать себе баунтируны. Он-то их и соберет. Отвешивает еще одним Айс Эспреем. И суппорты просто ждут, пока он берется на линию. А Алхимик не возвращается. А где же он? Куда же он пропал? Ну, кстати, он этим Айс Эспреем успел еще и стак сделать. Так что прям вот все очень хорошо сетевая исполняет. И сейчас пойдет спокойно Шрайн. Еще и выйдет. Привел себе еще одно Кларити. С маной проблем не будет. Что на топе? Слардар. Убил уже 9 крипов. Да, было на нем сделано ФБ. Но вот по Крепстату у него все хорошо. Джекироса мы здесь. Ботинку суппортирует. У Джекироса уже есть 3-й левел, пока он не качал себя Айс Пасс. И если бы возможность с тобой выкачать, чтобы спасти свой тиммейта. Краш нужно закидать по таймеру. Да, есть Краш. Отлично. Айс Пассик бы сверху. Но нет, есть просто у нас Дуал Брест, Санстрайк, неточный. Сэн все-таки остановился и не наступил на этот Санстрайк от Инвокера. Ну и в итоге 1-1. Ну и Шрайн подвязали. Правда, можно было бы подождать Алхимика. Не дождались, но да ладно. Алхимик пошел собирать Боунтосы. И фармить Люсу попутно при помощи иллюзий. Айда, это Алхимик. Как же он фармит? Вот у него уже 2 500 нотворца. Отличный стак. Ну, кстати, а учитывая то, что Алхимик ушел уже так вот леса подфармивать, центр можно занять кому-то из героев команды Ихом. И это Ланэм. А, кстати, говоря о Ланэме, этот товарищ любит фармить на суппортах. То есть в его слонении мы видели и Кунку. Так, в теории на топе сейчас будет сделан фраг. Так, погибает Демеля. Да, отлично. И это уже 3 фраг для Ихом. В общем, любит он пофармить на суппортах. Видел ли мы позавчера в его исполнении Кунку, который себе Макс Теймбрингер изначально. И был там по итогу с армлетом, что-то блейдом и так далее. Такой вот, керирующий Кунка на выход, так вот, с четвертой позиции на позицию даже вторую. Отчасти. Ну и так же был котел, который себе вывозил тоже очень огромные числа в Нетворсе. Находился на ровне там с Харленером. А то я пережал его. Ну и ставится пауза. Не знаю, что значит это. Два знака равно. Что-то да значит. Ну что, 3-1. 3-1, пятая минута. Как видим, топовый Крипсат, он за Алхимиком. Далее идет Инвокер. Вивер и Джиггернаут убили примерно равных Крисов Крипов. Ну, Кендавр и Слардар тоже, в принципе, убили примерно равных Крисов Крипов. Но все-таки у Слардара уже есть 1 фраг и 2 ассиста. Все фраги происходили с его участием. Так что у него сейчас Крисов Крисов будет чуточку лучше. Ну и Нага. Нага подфармливает. В центре. Алхимики линию освободил. И освободил. Хорошо, спасибо. За информацию. Написали нам админы. Что-то. Нечто. Знать бы что. Да, стоит пауза, но увы. Увы информации. Почему она стоит и как долго она будет стоять, мы не имеем. Ну, кстати, по поводу новостей Доты. У нас в Южной Азии был достигнут рекордный показатель ММРа в 10 тысяч. Но, как я видел, многие писали, что это через песок и так далее. Но это были лишь слова. И каких-то подтверждений там я еще не видел. Можно будет эту информацию где-нибудь да почитать. Правда ли это? Или все-таки это был абуз? Но при этом данного товарища я нигде не наблюдал. Малышка, по всей видимости, у него никнейм. Вроде бы как и скорее. Ну, не знаю. Абузер или не абузер? Ну что, пауза продолжается. Информацию мы, конечно, получаем по поводу того, что пишут админы и игроки. Но, увы, это все на китайском. А это не мой самый сильный язык. Ну, ждем продолжения. Ждем отжатия паузы. По поводу матчи, которые идут у нас параллельно на первом канале Dota2.ru.hub. Идут матчи также в данной лиге. Dota2 Professional League. Но дивизион топ. Там для вас комментирует Лекс. И второй матч дня. Там должны сейчас играть коллективы IG и Витчи Гейминг. Хотя я видел все-таки в конфе был апдейт. Что играют 16 по китайскому времени. У нас IG и IG Vitality. А нет, все-таки все правильно. Вместо Сидок сегодня играет IG Vitality. Это третий матч игрового дня на втором канале. А первый матч там уже был сыгран. LGD смогли одолеть Витчи Гейминг Потеншнл со счетом 2-0. Но, в принципе, я не удивлен этому все-таки LGD. Должны, должны они вырвать такой коллектив, как Витчи Гейминг Потеншнл. Хотя Потеншнл играют весьма неплохо. Вот у них за пять матчей получается две победы, одна ничья и уже было третье поражение. Ну, в целом норм. Пять поинтов. Ну, Ньюби по поводу первого дивизиона. Они удерживают свою, так сказать, чемпионскую позицию, так как именно данный коллектив выиграл второй сезон. Занял там первое место. И молодцы, Ньюби, молодцы. Так и нужно. Не то, что Винз, потому что Винзы как-то прям очень-не очень отыграли прошлый матч, который мы наблюдали. Те же квалы на Манила Мастерс. Совсем уж не чемпионская игра была от них. Ну что, отжимается пауза. Почему он стояла? Кто же его знает? Ну что, в итоге, 6 минута, 3-1. Ну и на топе возможно сейчас будет какая-то активность. Да, у нас активность врыва на сцену. На сцену подцепили. Сцену довольно-таки больно. И сцен погибает. Но где-то я такой фраг на Страдаре уже видел. Сумел он выжить после второго выпада. А вот третий выпад снова принес фраг команде. И в итоге еще 3-2. Очень интересный вардецкий. Под Манки Кинга. Как-то я его не наблюдал. Возможно, какой-то особый китайский. Потому что частенько там выходят сеты, которые доступны лишь в Китае. По крайней мере, раньше такое было. Нага уже третий. Весьма агрессивно стоит в центре. Хочется здесь вывести экспы. Ну а топи у нас пытаются убить земель. Его посыпили. Земель здесь не скрыться. И это фраг для команды Е-Хоум. Что у планеты Творцев? Алхимос уже имеет 4200. Очень жестко разогнался. Вот у него уже есть армлет. И очередная закупка. Кларити от него. Также есть у него рейндропы. Так что Манриген весьма неплохой. И сетевай фармит Аки Демон. Вилья находится на полном фрифарме. У Вера все хорошо. Правда, на топе делает фрагер у нас Джиггернау. Так что он опережает его по Нетворсу. Но не особо сильно. Ну а Кентавр уже ушел фармить леса. Юзет он Таракфилы. Обузит их немножко. Но правда, можно было чуть раньше их в себя вернуть. Нападение на Ланема. Его наказывают за это под фармцентр. Хотя, подождите-ка. Есть от него рептайд. И в итоге это размен. В итоге это размен один в один. Ну а Вера уже подобрался к вышке. С фармы на Джуди. Но, хотя бы это дело так. Просто Тавр здесь. Янги отдавать не собираются. Точнее, Вэй. Янги я назвал в прошлом матче Ньюби. Здесь их не стоит так называть. Попыка была еще Даная. Но понятно, что мне не удалось. У Джеки Росса. А жаль. Жаль. Дэдзо для Вивера. И он готовить и ромить. Я понимаю, что пора делать ноги. И быстренько уходит на своем ролик болтере. У нас где-то тут и Кент. Кента нашел. У него не так уж много хп. Сейчас с фармом пойдут. Кастует тэп-аут. Но очень больно от Вивера. Шикучи тысячечка. Не успевает добить его по итогу здесь. Олд Чикен. Он был близок к смерти. А Кентавр очень быстро сообразил, что ему нужно делать. А было бы. Был бы Лайстоун. Или же фигня на Минус Армор. Как это называет это Вилат. Он бы его убил. Так что стоило прикупить себе данную. Данный артефакт. Но есть одно но. Купить его можно лишь на базе. Все-таки с боковой лавки его убрали. Шесть четыре стендфорса уже алхимиком. Перепарм над инвокером на 2200 голды. Очень-очень много парамид у нас алхимоз. Сетевая. Нужно как-то наказать. Нужно как-то остановить. Но не отпускают у нас Ехом оппонентов с линией. Вот. Разминает Кентавра. Подцепили его. Есть танчик, кстати, неточный. Есть. Отличная сеточка. Земелья вкатывается. Пошла Стампида. Пытаются размять. Санстрайк залетает. Санстрайк. И накрывает. В итоге здесь Олд Лан Эмма. Он погибает. А вот размена Вивер здесь делать не сможет. Ну, в любом случае, это спейс-криэйтинг. 5-5, но алхимик. Алхимик. 7-100. Нетворса. Еще даже 10 минута не наступила. Ой, как жестко. 730 ГПМа на 10 минуте. Это прям... Очень много. Невероятно много. Ну, я не знаю, как потом с ним бороться с этим алхимиком. Ему Дорадика осталось совсем чуть-чуть. Вот уже через 300 голды будет куплен Сахрет. Еще и Баунти подбирает регулярно. Ой-ой-ой. Халепа. Ну, в самом деле, там у Сларнара все весьма неплохо. У него 300 Нетворса. Даже 3200. Он немногим остается от своего керри Вивера. И у него блин Даггер будет довольно-таки быстрый. Ну... Да, у Инвокера вроде бы неплохо. Да, вроде бы неплохо. У Джиггернаута, но все-таки. Как потом останавливать эту махину? Его зовут Алл. И он химик. Кто в курсе. Кто в курсе, что, где, когда. Кто поймет. Силы света укрепили свои сооружения. У Джидиаша. Ликвид Файер вкачан уже в 3. Так что можно будет еще и товара отжимать. Потихоньку. Начинает уже заплевывать. Правда, здесь находятся три героя команды. Виа Янг. Земель, Кентавр и Цемочка. Врыв пошел. Снапфида сверху промазал. В итоге у нас здесь. Земель, но все-таки поспитили Джидиаша. Но, как ни крути. Это смещение четырех героев команды. На убийство лишь одного Джекиро. Не самое эффективное, получается, перемещение. А в целом погибает инвокер. И, понятное дело, это все в плюс для команды Ехоум. И все это время фармит алхимик. У которого все еще 0-0-1. Все в одном фраге он получасал за это время. И уже сейчас будет с Радиком. На 12-м минуте. Да, неплохо, неплохо. Сити Уай. Как бороться? Будете. Янги. У него скоро будет 10 тысяч надворца. Уже через минуту. ГПМ уже 800. Угу. Проблемы. Хьюстон. Большие проблемы. Исклардар сейчас будет с блинком. На 12-й минуте с харды. Но тут, в принципе, есть у нас контр-блинк от Кентавера. Планета Смог вылазка. Выезжает на охоту. Будет он мне слэш. В центре нападения есть подцепь телепорты. Успевают эти в инвиз у нас здесь инвокеры. Сентриана Вивера. Вивера не подцепили. Есть он от Наги. А готовы цеплять. Алхимик уже мчится в бой. Колобочка. По таймингу все залетает. И пошел станчик разрывать лицо бедному земелье. Новый год от Семки. Секу заправить. Здесь станут Кентавер. Последний блок. Пробить сетевая. Сетеваю. Ну, нужно убить. Убьют Алхимика. Будет очень круто. Если он ролит, можно, конечно, на нем играть. Джиган пока крутится. Пытается продамажить. Но какая же тычка сейчас залетела. Есть краш. И нет. Все-таки это развал команды Виа Янг. Уже сделали минус 3. И еще попутно отожмут Тавар. Инвокеру Кентавра нужно ретироваться. Иначе они здесь тоже погибнут. И вот. Уже 850 единиц ГПМ у Алхимика. Сетевая хорош. Сетевая разваливает 12.000 Творца на 13 минуте. Так можно и в 1000 ГПМ выйти. До 20. Это почти конечное. Санстрайк по сетеваю. Ох. 700 голды. А это хорошо. Это прям очень хорошо. Отличный вард от команды Виа Янг. Окупился он с лихвой. Ну вот смогли. Смогли остановить эту махину. Хотя бы на 40 секунд. Ну да. Понятно. Понятно, что там стоит вард. Потихоньку. По чуть-чуть падает у него ГПМ. И могло быть уже 1000 на 15 минуте. Весьма такой рекордный был бы показатель. На топе смещение. Возможно будет файт. Кентавр, ЦМ, Казимеля, Джиггернаус. Четыре героя находятся здесь у команды. Так. Врыв на GDH. Санстрайк сверху. GDH. Таверну. Ну и отлично. СиДжей для себя уже килинг спри. Вивера пытаются там обнаружить. Но Вивера тяжело будет поймать. Хотя он под центре топчется. Да, наступают здесь на лицо земелья. В контр-врыв. Есть ультимейт от ЦМ. Новый год отлично. Минус 2 сделали. Но Ситиуай. Ситиуай тут отражаться. И просто с удара разрывает ЦМ. И подкастывает у нас здесь Джуди. Ну и понятное дело он отступает. Ну и алхимик в итоге у нас решил быть активным. Решил выйти за покупку Шэдоу Блейда. Армейт Шэдоу Блейд весьма боевой будет по итогу. А не будет забиваться в подфарм. Тем временем снизу у нас инвокер сплитпушил. Но здесь у нас он планем на дефе. Отгоняет. Отгоняет инвокера от Тавера. Ну а у самого инвокера уже готово гоним. Кстати по поводу Ланэма. Нетворк у него не особо велик. Но наравне с суппортами. Вернее если сравнивать с суппортами. То он прям большую сумму имеет. 3-4 сагалей. 3-5-сот. У него уже почти готовы барабаны. Ну и стандартный. Стандартный Ланэм. У него всегда огромная сумма по Нетворксу. По сравнению с суппортами. А на скором то времени может выйти на уровень скорыми. Просто уничтожение сейчас героев команды. Виа Янг от Ситиуая. Сэн ворвался. Сокрачно будет по цемочке. Цемочке здесь не уйти. Это конечная для данного персонажа. Еще и макроперы сверху ее подожгли. Решили что пускай горит эта ледяная барышня. Ну это 14 фраг для команды Ихом. Ну на самом деле играют они очень жестко. Преимущество 7500. И это одна из немногих карт. А возможно даже первая которую я наблюдаю за эти 4 дня. Где команда оформляет для себя настолько великое преимущество на столь ранних минутах. Обычно у нас там графики ну 3000 максимум. А тут уже 7. Ну алхимик. Алхимик 14к. Нетворкса. Да. Жестко. Ну благо хоть фраг один на нем сделали. Так бы у него уже было бы под 15. Сия. Готов у нас у Джиггернаута. И такой тоже у нас Джиггернаут. Который по канону играет. По старым чертежам. По пергаментам. Купил себе Сию. Дали выходит себе покупку БФ. Ну кстати посмотрим насколько рано будет алхимик дарить аганимы своим тиммейтам. Ну давайте подумаем. В плане аганимов. Какой аганим здесь будет наиболее жесткий. Нага для хила. Ну в принципе неплохо. Джиггерос Макропира ну такое. Виверу подарить аганим. Ну неплохо. В плане подселивать себя. Вот таких фокусов можно было бы списать очень здорово. Но тут отличный контр-врыв. Ну даже не контр-врыв. А просто врыв от команды Виаянка. Они разорвали двух поров команды. И заработали 1400 голды и 2300 экспы. Ну вот как раз сейчас в минус выходит то, что алхимик имеет настолько много денег и левела. У него 17-й, у него как лишь 14-й. И из-за этого за файты, даже где убивать не алхимика, очень много голды отдаётся командой. Так, отлично разрядил по шайнингу. Шайник у нас здесь без ничего и просто отправит таверну. Вот очень классно работает эта комбинация с колбочкой, телепортом, ну и сразу инвизом. И ты просто разряжаешь и уничтожаешь цель. Как мы видим, у нас самая плотная цель команды. И Виаянк пала от этого алхимика вообще без шансов. КПМ у него не меньше, чем экспем. 858 единиц опыта в минуту зарабатывает у нас сетевая в этой карте. А по голде уже будет 1000. Вот буквально через парочку крипов. Да. Эх, сейчас бы были бы здесь крипы, было бы 1000. Давай, стивай. Мы ждём. Ждём отметки в 1000 ГПМ, а до 20 минуты. Она будет оформлена. Давай же. Ах, 4 не хватило. Чуть-чуть. Ещё немножко. Поднапрягись. Кстати, в БФ все выходят. Ух ты. А, не-не. Я не выбрал. Не выбрал как раз здесь алхимика. Алхимика ходит себе в покупку БКБ. И, наверное, она уже готова. Ну и что, БКБшечка имеется. Вот уже 1700. 1700 ГПМ на 1850. И заход на Рошана. Как эту махину останавливать после? У меня сейчас будет ещё и 20 уровень. Если ещё так спид, наверное, возьмём сейчас. Ну, вряд ли это будет здоровье. Хотя, учитывая то, что он играет без Акторина, возможно, и в КП выйдет. Но, я думаю, с себя будет бить лица. Беда. С этим алхимиком. Ну, мне нравится. Мне нравится, как сейчас играют в Ихум. Это в разы лучше того, что я наблюдал в прошлых матчах. Потому что, ну, там играли они, ну, слишком безответственно. Скажем это так. 20-щный тварь, 20-я минута. Красиво? Конечно, красиво. Вивер у нас, вон, тебе ещё не доформил Дизоль, а алхимик уже 20-щ имеет. И 4 артефакта. Даже 5 артефактов. У него 5 слотового алхимика. На 20-й. В нижнюю часть карты. Телефорт от алхимика. В шанинга снова разойдился. Бэк-бэшка сверху. Шанинг не выживает. Ещё и крипал, что зафармить у нас алхимик, пока встанье находился у нас шанинга. На топе. На топе под пуш. Торнадо пошло. Уже разминает тавер. Уже в него по технику заплёвывает. Да. Очень круто. И всё-таки Нага решил купить себе аганим сама. Ланэмчик его приобретёт уже довольно-таки скоро. У него уже есть бейнт-бустер и 1300 голды сверху. Ну, похоже, это будет первая карта, которая будет вот прям на ищах выиграна. Потому что у меня такое очень не случалось. Хотя я знаю, там был один из матчей позавчера у Милы, который закончился за 16 минут. Так, стампида, попытка врыва. Но сон отлично всё-таки контрит. Ну, кстати, вот Нага отличный контргерой. Контргерой кентавру. В плане... На... Либо на врыв, либо на отступление кентавра. Но в год цемки. Пробили сэн на сэн в таверну. Макропира уже... Ла. Положено. Падает цемочка. Сетевая убивают. Оу, камыш подъехал. Слишком агрессивно сыграли у нас Ехомы. За это были наказаны. Погибает целых два героя. Избили Аегис. Что же вот так, а? Ну, тут по графикам сейчас будет просто триллион. Да. Две 200 голды заработали. Очень даже неплохо. Хотя, казалось бы... Это контр-врыв. Был от команды. Они были готовы к сражению. Но всё-таки бой очень достойный. Да, Левия Янге. Ну, уже говорил я о Ехом. Неперазно. Немножко замечено. Рыбы всё хорошо ведут. Но почему-то допускают вот такие вот ошибки. Падает Джекиро. За Джекиро здесь тоже заработал инвокер очень много. Да, 300 голды. Казалось бы, не большая сумма, но всё же. Ну и инвокер в итоге у нас уходит. Краш. Ай. Промазал. Промазал срывом. В итоге телепорт. И... Блиндайгер. Готовый инвокера. Ну и вот, потерял свою. Отметку в 1000 гпм у нас в итоге с СТВА. Этой ошибкой. Но как ни крути, у него был куплен 6-й слот. Примерно всё от Манту. Может быть полноценный артефакт. Ну, хотя я же предположил бы полноценный артефакт. Такой дорогой. Дорогой артефакт. Ну, всё-таки взял себе хп. Алхимот. Решил, что... Атак спида и так хватает ему. А вот хп будет и... В помощь. Что по БФ у джиггернаута? Он его пока не приобрёл. Купил себе блиндаггер. У него 2 500 имеется. Ну, пытается. Пока фармит. У кентавра по ганиму. Есть у него уже 1400 голды. Есть уже поинт-бустер. Бустер. Поинт-бустер, конечно же. Ну и скоро будет аганим готова у нас уланема. Остаётся всё лишь 900 голды подфармить. Ливер же выходит себе покупку линкенсферы. Слардар. Скоро будет шэдоу-блейд. Ну а Джекиро... Джекиро делает себе мекку. Ну вот такой вот камбэк. С 13 тысяч голды совершили у нас Ехомы. Точнее, отдали Ехомы своим оппонентам. Совершили его краски Уэй. Но, по-моему, графики у нас на отметке в 10 тысяч замирают. Но, понятное дело, Алхимик фармит и графики сейчас снова пойдут в гору. Так как Алхимик тут никак не фармит, а погибать или немного. У нас уже в сумке вставало, но всё-таки Омни слэш был от Джекирнаута. Не смогли его здесь остановить. Ну и в итоге 17-17. Хотя, казалось бы, можно прям... Было карту уже и закончить в команде Ехомы. Но всё-таки ошибки. Ошибки. Не знаю. Эти ошибки у нас наказаны. Отчасти Ехомы. Ну и Аганим. Аганим будет чуточку позже у Наги. Ну, по поводу Аганима, кто не в курсе, он даёт лечение Наги во время сна. Лечение в процентах. И там весьма неплохое. Ну, поймать так будет сложно. Телепорт так оставает на Крипового. Его видно. Алхимик залетел, конечно же, но... Инвокер спокойно отступил. Ушёл Гост Волк. А тут решил пойти Земеля. Поскател Алхимик, который сюда только что прилетел. Но он его в итоге не находит. Стамбина. Врыв. Ну, GDH. Это конечное. Никак его не спасти. Врыв дальше. Биллэй Блинкаут. Ланэма подцепили. Ланэма очень больно. Ланэм сгорает. Это дабл-кюл для CGL. Это уже превосходство для инвокера. Это уже десятый фраг для него, если что. Инвокер здесь прям очень хорош. 10-2-3. Он играет в таком сложном матче. Ну, кстати, я решил купить себе Ланку. А отчего он решил обезопаситься? Не так много сплоу, на самом-то деле. Ну, вот сетка, ансамбл Конканшен и Крусив Хейст. Все. Триспла все имеется у команды, которые кастуются по таргету. Ну, и, в принципе, там возможны какие-то юла, но их нет у команды все еще. И, в принципе, меня не собираются. Так что не знаю. А теперь мы огоним готового Кентавра и попытка загнать Ол Чикина. Ол Чикина загнали. Это разнос от команды Виаян. Вот так вот у нас получилось, что серия фрага уже ими сделана, при том, что, ну, казалось бы, 10 тысяч. 10 тысяч. По экспе вообще в ноль вышли. И очередная пауза. Юген Рен Дьяо. Так что написал нам на латинице, но все равно нечень понятно. Да, казалось бы, казалось бы, легкая карта для E-Home. Все уж слишком хорошо было. Такие графики. Можно собраться там с пятером. И закончить игру. Но вот эта ошибка в центре, когда через сон поймали, вроде бы должны были развалить, но было слишком все рассредоточено. Отдали Алхимика второй раз, у которого было уже 20 тысяч на Творца. Сейчас, кстати, это серия фрагов от Виа Янг. E-Home, в принципе, играют как E-Home. Ничему. Как-то их жить не учит. Удачная находка. Попытка пауза подспить. Так, сон пошел. Химик готов разряжаться. Никого не находит. Идет по итогу. Ну и доджит. Доджит. И Кан Кан Шин при помощи Монта Стайла. Слишком далеко умчались в Виа Янге. И вот эти сон потрачены никуда. Но земелья здесь у нас был потерян командой. Значит, будет блинкаут, телепорт и... И фрагов здесь не будет. Так что Вивер умер безнаказанно. Еще и сон потрачен. Аганим. Аганим. Аганим уже сейчас будет готов от Алхимика. Все-таки, как и крути, но у него уже 6 слотов. И... Какие слоты он менять не хочет. Ну, в принципе, можно было бы отогреть себе... Сивер Рейдж. Но он этого пока не сделал. Решил, что вот... Подарк своему тиммейту сейчас поважнее будет. А кому? Кому он подарит... Этот Сивер... Этот Аганим. Ну, Наги уже не нужно. Нага уже себе купила. Почти. Вивер или Джекирос? Ну, скорее всего, Вивер. Джекирос прикольно, но все-таки таймлапс. Подсейв, все дела. И фокуса много уделяют у нас у Виа Янги. Такого вот... Быстрого бюрста. Если это все уйдет в молоко, если Вивер успеет за таймлапс на кого-то из своих тиммейтов, то... Файт может резко перевернуться. Так что выбор отличный. Ну, и скоро времени БКБ будет готово у нас у Вивера. Он решил себе по итогу не грейдить. Линкен Сверо. Ну, на самом-то деле, ты потратил как бы... 1800 голды. 1700 голды. На покупку Персика его не грейдишь. Не особо эффективно получается. Да, манориген, да, хэпориген, да, 10 урона, но... Ну, блин. Это не полноценный артефакт. Ну, Рошан. Решили убить Рошана. Ну, понятно, я под Аси Спреем, под дабл демажем у Вивера. Кстати, ДД Рошан стандарт. Ну, блин, это в каждом матче. Что такое с этим рандомом? Почему вечно под Рошана появляется дабл демаж? Так, скан пошел. Ситивай. БКБ имеется, пошел Сон от Наги. Сон прям под БКБшку от Ситивая. Ну, не особо-то хорошо. Но падает Рошан. Агегис для Олд Чикина. И он в итоге его крадет. Потому что силы выгодят Рошана. У меня страшно джиггернаута. Погиб пока лишь один здесь земель. Но Шайнинга подцепили. Шайнинг пытается уйти через... Хайграунд. Он пробирается. Через все препятствия под Аганимом. Но краш, естественно, по СиДжеллю. А вот это очень круто. Здесь убьют инвокера. Будет прям хорошо для команды. Инвокер Блюдах Смерти. Нужно спасать тиммейта. Да, есть таймлапс. Через Аганим. Подаренный Алхимиками. Это минус лайт. Это отличнейший файт от команды Хом. Да, есть один минус. Здесь в том, что все-таки смогли Рошана своровать у нас Виа Янги. По всей видимости... Как мы вообще добили этого Рошана? Они были все под сном. Чем они добили? Наверное, магнитай. Чем-то сработал. Ну, в общем-то, чем-то добили. Рошана по итогу. Байбэк от инвокера. Ну и под пуш. Под пуш вышечки от команды Хом. У Алхимика по регену. Вот сейчас будет ультимейт. Вот он его подрубает. Ну и уже набирается ХП. Ну и вышка. Вышка сейчас пойдет. Аегис у нас у Вивера. Напомню. Станстрайк от инвокера неточный. Семка пока в таверне. Инвокер без байбэка. Аганиму Наги еще не был доставлен. Так что команду не под регене. Да и, в принципе, сон-то в кулдауне. Ладно, ПКБ готового Вивера. Можно отойти под регенец. С пуш или Т3 вышки. Так что можно сломать святыню. Этим и занимаются у нас сейчас их умы. Ну и все. Следующий заход. Может стать последним. Все-таки преимущество снова у нас под 15 тысяч подбирается под ХП. Ну, по голдя. По ХП у нас все еще в нулях. Беги, дружок. Беги. Беги, дружок. Беги. Отлично. Отличная звуча. Так, а будет ли Алхимик у нас покупать еще один Аганим для Джеки Роса? Или все-таки Сильварейш? Или Трава Лагриджины? Или Муншард? Такой вот выбор имеется. Кстати, по поводу Муншарда. Патч мы все знаем. Патч мы все считали. Муншард теперь можно подарить. Так что, вот прям, патч под Алхимика. И вот так вот проапали в этом плане. Он вот подарил уже Аганим Вивер. Подает ему еще и Муншард. Так что, считайте, два слота он Виверу докинет сверху. То есть сейчас вот у Вивера, допустим, три слота имеется. Но Персик мы не считаем за слот. И не считаем за слот Майаквилу. На пару с Айгесом. А вот Аганим. Скормленный. Это слот именно из этого у него уже нетворс выше, чем у инвокера. Плюс Муншард подарит. Еще четыре тысячи сверху. Просто восемь... Восемь... Восемь двести подарком по нетворсу. От Алхимоса. Очень даже не дурно. То есть Алхимос уже за три тысячи нетворс. Ну, как и было тысяча гпм, так и остается. Хотя, на самом деле, тысяча гпм было и на... До двадцатой минуты. И, как мы видим, после тридцатой тоже тысячи гпм. Ну, таймлапс был потрачен на Алхимика. Не сказать, что прямо он был ему нужен, но на самом-то деле норм. Часть все-таки фокуса с него убрали. Ну, Сетивай танкует, несмотря на то, что Аигис у нас у Вивера. Сетивай, подцепили таймлапс на него. Потом пошел подригенчик, пытаясь пробить Сетивай. Сетивай очень больно. Нага кастует сон. Нет, не кастует пока она сон, чтобы подриген решили так раздавать под БКБшкой. Пошла кобочка у нас по лайту. Врыв дальше. Подцепили у нас здесь Джуди. Джуди очень больно. Довольно-таки много лапов сейчас у нас происходит в Китае. Саряныч. Ну, в итоге все живы, все здоровы. Пошел подхил от Наги. Видите, подхил очень крутой. Все фуловые становятся. Айспас. Подцепили земель. У земель очень больно. Лицо отлетело. Байбэк у него имеется. Давайте-ка раз перейдем на кладочку байбэка. Вивер пока дамажит у нас вышку. Напомню, у Вивера все еще имеется Айегис. Байбэк от земель. Ну и что, будет ли отступать БКБ в кулдауне? Ультимейт. Хиллка рейдж будет уже через 4 секунды. Ну, а с чего отступать? До падения Айегиса остается всего минута. Так что, если отступит, то вряд ли его реализует. Но пробили Сетивай и таймлапс. Нужно кастовать, да, и вот он уже фуловый. Вошло в него по итогу урона там 1000+. И весь этот урон ушел в молоко из-за таймлапса, который кулдауне со всего 16 секунд. Ну, разумеется, в иллюзии. Нага плюс алхимик. Еще один врыв, еще один айс пас. Блэйдмейл, пока никто его не бьет. Сетивай спасти. Да, таймлапс. Снова куча урона ушла в молоко. Но криты очень больно. Сетивай, Сетивай погибает. Очень солидно сейчас его подразвалили. Шайнинг пробивает. Шайнингу очень больно. Шайнинг отправляет в Сталеру, но есть у него байбайк. Байбайк имеет свой алхимик, который уже отправляется к себе на шрайна. Почему не к тиммейтам на травелах? В принципе, отсюда было бы быстрее. Но да ладно. Решил, что и так доберется к своим тиммейтам. Вот по итогу заработали, конечно... Заработали, заработали. Но байбайки-то были. Байбайк от алхимика, но ему-то плевать. У него ГПМ слишком уж дикий. И он купил всякий раз. У него уже есть седьмой слот, что-то подарили на Аганиме-то уже восьмой слот. Пробивает кентавра. Айс пасс. Отлично. Дефенс бласт. Сити-уай. Размяли Сити-уай таймлапс. Он уже фуловый. И маны также у него фул после ЕМПшки. Есть у него бкбшка. Он ее пока еще не прожимал после этого байбэка. Падает сторона. Байбэк от Джиггернаута. Попытка от инвокера поставить Айс Волл был неточный. Врыв дальше от земель. Могу уже сейчас его за это наказать. И кобочка, кобочка, кобочка пошла. Но как-то слишком много... Слишком мало анимаций. Слишком мало кадров. Расказ пошел. Сити-уай. Но сити-уай, похоже, здесь уже не пробить. Подкираса-то он стал в разы плотнее. Пробивает кентавра кент в таверну. Ну и, похоже, у нас будет гудгейм на 35-м минуте. Или все-таки будут сражаться далее. У нас Виа Янги. Все-таки кентавр без байбэка в таверне. Также там находится и земелья. Уже байбэкался у нас инвокер. У него еще 2 минуты полдаун тайма. А Джака также после байбэка падает. Вторая сторона. Ну и переключается у нас Яхом на верхнюю линию. Никак-то не задэпать. ГГБК победа для электронного дома. На первой карте этого Best of 2 противостояния. Отличная игра. В целом, получилось. Да, не без ошибок. Можно было бы, по идее, закончить минуток на 5-7 раньше. Если бы не было таких вот... Закиндотчиков. Хотя все-таки там и были грамотные мувы у нас от команды. We are young. Ловили на ошибках. Наказывали. В общем, первая карта за Яхом. Весьма уверенно. Вторая карта будет очень скоро. Формат Best of 2. Так что посмотрим, смогут ли у нас Уэй выйти в ничью. Или все-таки это будет очередная победа с отсчетом 2-0. У нас за сегодняшний день. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok